бесплатные вебинары для руководителей эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн-продаж современные возможности интернет-маркетинга как продавать в соцсетях и мессенджера как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн офис делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента друзья доброго дня всех приветствую на вебинаре компании один из битрикс мы действительно делаем вебинары на разные темы как заставки прям было нарисовано делаем про маркетинг делаем про продажи про каналы различные коммуникации с клиентами и внутри компании а сегодня мы говорим с вами про сервис про добро сервис как марина любит говорить и единорогов при единорогов сегодня вроде бы нет Но про добро и сервис, конечно, будем. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу офисом один из Bittrex в Санкт-Петербурге. Мы с вами в течение ближайших полутора часов будем вместе. Будем по заявленной программе идти, все рассказывать. Я в самом начале немножко регламентных моментов дам, и потом мы перейдем непосредственно к контенту сегодняшнего вебинара. Регламентные моменты такие. Время утра часа, которое у нас есть, примерно на две части мы его разделим. И в первой части будем говорить про то, как строится сервис, что нужно держать в голове, что нужно держать на бумаге, что в специальных базах знаний, как подойти вообще к этому вопросу и зачем. Важный вопрос, зачем? Позадаем Марине сегодня его. Во второй части мы поговорим про инструментальное наполнение, про инструменты. Я буду говорить на примере Bittrex 24, какие технологичные инструменты, технологические инструменты есть для того, чтобы такой сервис обеспечить и внутри команды, и снаружи для коммуникации с клиентами. Это первая часть. Второй момент. Если вы очень интересуетесь записью вебинара, так обычно бывает в чатиках, то она будет. Мы ею поделимся. Ничего специального, никакого подвига совершать не нужно. Мы отдадим эту запись вебинара чуть-чуть попозже, как только она скинвертируется, на ту самую почту, по которой вы регистрировались. С этим можете быть спокойным. Презентации, которые сегодня мы будем показывать, мы тоже вам отдадим. Их можно будет детальнее под увеличительным стеклом посмотреть. Если что-то сегодня покажется, мы пробежим достаточно быстро. Еще один момент по качеству. Вроде бы сейчас со звуком и картинкой все хорошо. Если вы замечаете, что у вас не очень, то самый простой способ обновить страничку. По опыту лучше всего подходят браузеры Chrome Firefox для того, чтобы смотреть на вебинару на площадке вебинар. И если обновление, перезагрузка не получается, нужно посмотреть на канал интернет-соединения. Тут вроде бы все стандартно. Я надеюсь, мы к этим вопросам не подойдем. У нас есть чат. Я смотрю, что вы уже освоились с чатом. Некоторые из вас, как минимум. Значит, он у вас есть в правой части. Можно писать туда комментарии. Мы эти комментарии будем выхватывать глазами по ходу презентации. То, что мы можем прям сразу взять и ответить, мы возьмем. То, что прям сразу не сможем, мы попробуем оставить на конец нашего выступления. Но у нас сегодня в чате работают три команды, три компании, которые эксперты по сервису Bitrix24. Если вопрос касается CRM-системы или сервисной составляющей инструментов, которые есть внутри, вы смело можете адресовать его в любой момент, хоть в начале вебинара, хоть в конце. И три компании – Digital Life, компания Cellus и компания Ligr – есть в чате. Они будут оперативно давать ответы на эти вопросы и потом помогут вам с освоением Bitrix24, если это будет необходимо. Так, вроде бы все. По регламентным моментам мы закончили. Если что-нибудь, пишите в комментарии, подмечаем. Переходим к спикерам, к представлениям. Вместе со мной, вот все это время улыбается Марина Вострикова. Марина, привет тебе большой еще раз. Привет. Да. Марина руководит большой группой поддержки компании 1S Bitrix. Вот те люди, которые работают в чатах, обслуживают огромное количество обращений по совершенно разным тематикам, находятся под чутким руководством Марины. У Марины команда распределенная, удаленная, как это теперь принято, можно сказать, да, но начиналось все это до того, как стало принято в последний 2020 год. И у Марины огромное количество опыта накопилось и по организации самой команды, и по построению сервиса. И мы как раз сегодня про это детально поговорим. Я в заботливые руки Марины передам вас сейчас на ближайшие минут 30-40. Сам чуть-чуть спрячусь. Поэтому будьте с ней добры, во-первых, она очень хорошая. Она вам много чего полезного расскажет. Можно вопросами немножечко ее помучить. В чате адресуйте их, если будут. Мы на них будем отвечать. Итак, Марин, тебе карта в руки. Да, всем привет. Миша, спасибо за такое теплое представление. Мне очень приятно всех вас тут видеть. Знаете, я хочу сначала попросить вас поставить в плюсики тех людей, которые знают меня лично. Потому что меня это греет. Я не вижу вас. Если бы это все происходило в зале реально, я бы там вам помахала даже. Вот. Поэтому поддержите меня, пожалуйста. Рада всех видеть. А с теми, с кем не знакома, там будет слайд. Предлагаю познакомиться ближе. То, что вы пришли на эту тему, на клиентский сервис, уже означает, что вам это близко. Я с благодарностью отношусь к таким людям, потому что в нас будущее. Те, кто... Я буду об этом рассказывать, почему это важно, про стратегию говорить сейчас. И как только я разберусь со стрелочками в презентации... Ага, вот они. Итак, давайте приступим. Расскажу. Ну, наша тема сегодня – это как мы повышаем сервис для клиента. И буду на самом деле говорить не теоретические вещи, а очень практические, понятные. Но если вдруг у вас будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать. Чатик. Я вижу, действительно, все уже там ставят плюсы. Вот сюда. Всем привет. Привет, спасибо, что вы поддерживаете, любимый Антонина Лебединская. Друзья, с нами сегодня вообще гуру-сервис Антонина Лебединская. Я ей очень благодарна за те знания, которые она передает. Привет тебе отдельный. Просто спасибо, что приходишь тоже поддержать. Итак, давайте про детали. Сегодня я хочу представиться более детально. Очень важно понимать, что за теми знаниями, которые я сегодня вам буду рассказывать, стоит практический опыт. Я работаю в IT-компаниях, изначально как руководитель отдела продаж, а сейчас управляю так называемой, модное слово, гибридная команда, когда часть людей в офисе, часть людей сидят дистанционно. Это большая команда, больше 80 человек. И я призываю вас подписаться, дружить в соцсетях. У меня есть профессиональный канал в Телеграме, без сервиса. Вот здесь есть ссылочка. Есть Facebook, есть Instagram. Если будут какие-то вопросы отдельно ко мне, обращайтесь. Будем сотрудничать. Мы будем сегодня обсуждать несколько важных тем. Я сначала расскажу, что происходит в мире, чтобы вы понимали, что это все актуально и не высосано из пальца, так скажем. Потом мы поговорим о разных типах стратегий и обсудим типичные ошибки. Потом подумаем, что с этим всем делать, и я отвечу вам на вопросы. Вот кто может сейчас тоже сказать про типичные ошибки, можете заранее подумать, какая у вас проблема, с чем вы сталкиваетесь каждый день, с какой болью вы пришли. Можно их тоже позаписывать будет в этот чат. Возможно, вы даже угадаете те боли, которые я потом буду перечислять в слайдах. Итак, почему сейчас важно, в принципе, обсуждать тему сервисной стратегии. У нас в 2021 году происходит уже время, когда 20-й год, который нас всех перетряхнул, постковидное время сейчас, он закончился 20-й. Мы как-то успели очнуться, моргнуть, и дальше не знаем, что с этим всем делать. Как мир, куда он несется, как перестраиваются компании. Посмотрите, на самом деле поменялось примерно все. Компании сидят по домам сотрудники и не общаются практически глаза в глаза от этого разобщенность. Потом не все перестроились, вы знаете, я здесь написала на новый лад, не все перестроились на новый манер, то есть растеряли все, что умели, не знают, как включать кнопки в зуме, не знают, как поддержать коллегу, прячутся за камерой, за выключенной. И все, что происходило в офисе, осталось в офисе, да. Поэтому многие компании сейчас тоже до сих пор еще в ощущении, что мы скоро вернемся в офис, надо перетерпеть, а терпим на минуточку уже год, да. Есть огромная усталость у людей, то есть когда все это закончится, когда я пойду в отпуск, а в отпуск поехать некуда, сижу дома, с балкона уйти в комнату, ну, вроде как не отпуск, страны закрываются. Вот эта всеобщая усталость, она тоже влияет на бизнес в том числе и на команды, которые работают сейчас. Меняется сценарий поведения клиентов. Вспомните, насколько часто вы заказывали до коронавируса, до моей доставки, да, и как поменялась картинка сейчас. Вот кто сейчас стал больше заказывать в 20-21 году до моей доставки? Можете прям плюсики поставить в чате, посмотрим, как вот. Я, например, сейчас только на доставки перешла. Да, вот плюсики пошли. Смотрите, это уже сценарий поменялся. Онлайн-оплаты. Если мы раньше боялись доверять, да, вот в интернет-магазинах оплачивать что-то, то сейчас, ну ладно, оплачу, потом, если что, верну. Вот поменялся и этот сценарий. И таких сценариев тоже очень-очень много. И самое главное, рынок дистанционных специалистов колоссально поменялся. Каждый, кто прошел курсы простого уровня, там, научился нажимать две кнопки на компьютере, резко повысил стоимость свою, потому что теперь он может работать на Москву, на Питер, да где угодно. Вот специалисты в навыках не особо выросли. Ну, кто-то вырос, конечно, но в большинстве своем нет. А хотят денег гораздо больше. И найти специалистов гораздо сложнее. Поэтому сейчас идет такой передел, и немножко дикий рынок пока. Все это перестроится, потом наладится, друзья. Но нам уже сейчас важно ориентироваться вот в этой хаосной обстановке и задуматься, что те действия, которые мы сейчас будем предпринимать, они в долгую. Тренды посмотрели. И давайте посмотрим, узнаете ли вы здесь себя. Здесь я написала перечень, такой чек-лист того, почему вам может быть актуален этот вебинар. Например, если вы встречаете о себе плохие отзывы, или кто-то про вас, ну, плоховато говорит, мы можем какую-то вашу боль здесь закрыть сегодня. Если у вас процент клиентов, которые уходят гораздо больше, чем те, кто остаются повторно, это тоже может быть вашей темой построения сервисной стратегии. Очень многое связано с командой внутри. Если люди конфликтуют, если плохо говорят о клиентах, то есть такая не очень здоровая обстановка, если вдруг, то, поверьте, это можно изменить. Ну, мы будем говорить как. Другой вопрос я хочу акцентировать, что про внутреннюю работу с командой, с клиентами, внутренними клиентами мы сегодня очень вскользь упомянем. Мы тут с Михаилом Беляевым задумали отдельный вебинар, тоже заранее вас туда зову, про именно внутреннюю клиент-ориентированность. Сегодня мы будем говорить только про внешние аспекты. Если у вас сегодня, например, нет каких-то внутренних правил и распорядков работы с клиентами, внутренний регламент, это тоже может быть вам актуально. Ну, если вы редко спрашиваете обратную связь, или если вы, не дай Боже, используете негигиеничные методы работы с клиентами, то есть какие-то там ложь, шантаж, манипуляции, угрозы, вот это все, да, то это, в принципе, повод задуматься, поменять стратегию в пользу сервисности. Итак, я думаю, что кто-нибудь там какую-то галочку себе отметил, что да, наверное, будет полезно, продолжаем, да. Давайте продолжим. Это великая цитата, значит, цитата о том, как мы сейчас в несмутное, такое в неспокойное время думаем, что же будет завтра. Цитату мы вчера придумали с Михаилом Беляевым, подписали ее скромно, как вот эти все философы, вот. Но мы действительно в это верим, друзья, и сегодня об этом разговаривать будем. Итак, мои постулаты таковы. Значит, сейчас, если мы не переориентируемся на клиента, то нам будет сложнее конкурировать, потому что вот это время перемен пройдет и начнут опять сравнивать по качеству. И если какие-то компетенции внешние компания может снаружи купить, заказать на аутсорс, да, модное слово, то сейчас важно понять, что сервисность купить нельзя. Это полная перестройка, перепрошивка вас, как компания, изменения вашей команды. И нужно стартовать уже сейчас, чтобы изменения начались там через год, через два, через три. То есть когда уже взорвется и проблема будет совсем больной, будет поздно, друзья. Поэтому вот сейчас самое время об этом разговаривать. Нужно конкурировать сервисной частью и, к сожалению, просто вот взяв специалиста даже дистанционного, там, улыбчивую девушку с хорошей клиент-ориентированностью, у вас не выйдет построить сервисную стратегию. Важно, чтобы в каждой голове вашего сотрудника и в вашей голове непосредственно прошли процессы перестройки. И от вас, как от руководителя, как от лидера, зависит, ну, примерно все, да. Итак, я, к сожалению, не могу вам сказать, что у меня есть волшебный рецепт, что я махну волшебной палочкой, у вас все сразу заработает. Это не тот вебинар, там, за три шага вы построили сервисную стратегию. Увы, друзья, мы будем говорить, что минимальные действия вы делаете сегодня, а через несколько лет, ну, там, сначала через полгода, потом через год и так далее, вы будете видеть, что крепкий фундамент вашего дома сервисного заложен. Поэтому вот быстрых рецептов это не ко мне сегодня, в следующий раз. Если вы сейчас видите проблемы, которые мы обсуждали на прошлом слайде, да, вот тут правильно говорят, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на вас, все верно, спасибо за подсказку. Вот мы на прошлом слайде упомянули проблематику, и, наверное, каждый что-то себе отметил, да, есть такое дело, да, есть. Вот сейчас вы, чтобы не исправлять, не тушить пожары, можно поработать с причинами и устранить сами причины, чтобы такие последствия больше не появлялись. И, к сожалению, мы сейчас знаем очень много примеров негативных, когда к нам плохо относились в компании, когда мы видели несервисный подход. У каждого есть таких много историй, да. К сожалению, я вижу, что рынок немножечко меняется, рынок услуг, но не так ярко, как хотелось бы, не так динамично. Очень немногие компании понимают, что повторный клиент не только выгоден, что это, в принципе, стратегически важно для компании, да. Немногие могут заботиться. У кого есть хорошие примеры сервисных компаний, вот вы можете прям с лету вспомнить пример, когда вас обняли, сделали что-то здоровское, поставьте, пожалуйста, плюс. Потому что если я вас спрошу сейчас, а кто помнит плохой пример, вы мне много плюсов поставите. А кто помнит хорошее? Даниил, спасибо. Леона. Друзья, мы собрали сегодня очень добрую аудиторию. Это редкий пример. Спасибо. Значит, вот. Значит, вы знаете вот эти огненные примеры тех, кто уже на нашей стороне с печенками и добром. Смотрите, есть статистика, которая подтверждает, слова, что важно заботиться о клиентах. Клиент, мы сами не очень хотим покупать где-то в незнакомом месте, даже если там дешевле. Если мы знаем компанию, к нам хорошо там относятся, мы относимся к тем 85%, которые скорее переплатят, там, небольшую сумму, но переплатят. Если мы едем в такси, которое чистое, аккуратное, но это стоит там на 50 рублей дороже, а водитель предлагает нам воду и конфетки, и еще разговаривает с нами, или не разговаривает. Вообще здорово, если молчит, если я не хочу говорить. Но это же прекрасный водитель, да? Другие примеры такси мы не будем приводить, чтобы не расстраиваться. Есть два аспекта, друзья. Что может относиться к сервису в организации? Есть то, что находится внутри, что ваш фундамент внутренний, да? Есть то, что снаружи. Вот команда, процесс, коммуникация, культура и инструменты, это как раз тема для нашего будущего вебинара про внутреннюю клиентоориентированность. А сегодня мы про то, что снаружи. Это ваша стратегия, ваши клиенты, как ваш маркетинг строят, посыл вовне, и какие внешние документы и ресурсы вы используете, чтобы работать с клиентами. Все это можно перерабатывать, чтобы быть более клиентоориентированными. Варианты сервиса стратегии. Их несколько. И самое базовое, когда у компании нет стратегии. Ну, это очевидно, да? Мы об этом не думали, да у нас вообще никакой стратегии нет. Да ну, зачем она нам нужна? И вот, если вы на этом уровне, то это золотое, как непаханное поле для раздолья взял и сделал. Любые варианты зайдут, и любое изменение будет уже лучше, чем отсутствие изменений для вас. То есть, если вы вот в этой оранжевой, в нижней базовой части, я вас поздравляю, вы на очень замечательном пути. Дальше есть категория вот из желтых, сервис, как статья расходов. Тут посложнее, потому что уже требуется когда-то оказывать сервисный подход. Там у кого-то появляется контакт-центр, и это тянет, потому что это боль. Ими надо заниматься, ну, это просто потому, что заставили нас. Вынужденный сервис, это тоже к этой категории относится, но когда уже это пошире, там много человек в колл-центре, но процессы хаосные, есть много недочетов, или ваши менеджеры по продажам параллельно еще поддержкой занимаются, какой-то клиентом составляют какие-то регламенты. Вы это должны делать, потому что, ну, так надо. Кто-то сказал так делать. А вот из голубого сектора, это вариант сервисной стратегии, когда вы уже понимаете, что если вы делаете что-то в сторону клиента ориентированности, вы сильнее ваших конкурентов. Это ваше конкурентное преимущество. Вот самая, наверное, благодатная почва дорасти сюда. Объясню, почему в фиолетовой сложнее. Вот фиолетовые примеры мы читаем в книгах. Это истории про, например, отели в Дубае, когда у менеджера есть бюджет на решение вопросов клиента. Знаете, когда ему выделяют управляющую сумму денег, и если с клиентом что-то произошло, и нужно срочно там чемодан порванный купить, менеджер просто не спрашивая никого, идет и покупает этот чемодан. Вот в выражение бренда попасть достаточно сложно, и не всем туда надо. А вот сделать сервис, сервисную стратегию конкурентное преимущество, мне бы хотелось, чтобы вы шли туда. Кто себя как-то соотнес, напишите, пожалуйста, какой стратегии вы сейчас принадлежите, куда хотели бы прицелиться, то есть было-стало. Будет интересно, как у нас аудитория сейчас разделяется. А я пока перехожу к следующему слайду. На самом деле пирамида сервисного подхода сейчас, в 21-м году, это вот такая вот тема. Я расставила приоритеты сейчас для клиента, вот согласно исследованиям международным. Вот так вот. О, даже, смотрите, у нас есть выражение бренда, синий сектор. Давайте я еще раз верну назад слайд. Я просила вас сказать, кто вы сейчас, в каком секторе, как ваша компания, к чему относится по вариантам стратегии. У нее нет сервиса, нет клиента ориентированности, или вы вынужденный сервис уже. А второй вариант, вторая часть вопроса, это куда вы хотите целиться, чтобы стать лучше. Как вот вы себя соотнесли? Запись будет, сможете потом еще посмотреть. Но смотрите, у нас вынужденный сервис есть, у нас есть тут и отсутствие стратегии, непаханное поле. Очень приятно, друзья. Перехожу тогда. Продолжаю. Еще раз повторюсь. Согласно международным исследованиям, клиентам в 21 году важны вот эти качества в работе с вами. Если вы устойчивые, то есть, что бы ни происходило с нашим постковидным пространством, вы доступны и устойчивы. Это, знаете, сейчас очень модно на коронавирус списывать все. Я не пришел на встречу, опоздал. Это коронавирус. У меня там контракт подвис, платить не хочу. Тоже коронавирус. Ну, знаете, причина очень удобная, но в нее перестают сейчас верить. Она работала в марте и в апреле, эта стратегия. Сейчас уже отговорка не работает. Еще раз, клиентам важны устойчивость и доступность. Потом, важна команда, которая есть у вас, насколько это люди, клиенты ориентированные, насколько они спаяны и готовы работать. Очень важна в компаниях сейчас автоматизация. Если у вас много ручного того, что клиенты уже у конкурентов делают автоматически, это становится стандартом и от вас этого тоже ждут. Это сервисность. Вы экономите клиенту время. И ключевое сейчас, на самом деле, на вершине пирамиды, но очень важное, знание ваше о клиентах. У нас есть историческое понимание, что нужно где-то хранить эти данные. Михаил Беляев будет рассказывать о том, как это делать и где, но вот знание о клиентах сейчас, это чуть шире история, потому что не просто важно знать оборот компании или как зовут собаку, управляющего, классический пример сервисности. Если вы знаете имена животных, вы любите вашего клиента. Нет, друзья, еще важно знать, что стало с этим клиентом в период перемен, как он переживал, если это ключевые, если это B2B у вас, например, сегмент, как он переживал это время, что с ним происходило, увольнял ли он массово и нанимал, например, или он уходил в какие-то кредиты. Если вы знаете это, вы можете точнее построить ваш сервисный подход с клиентом. Поэтому знания о клиентах колоссально важны. Итак, давайте еще посмотрим статистику. Цифры всегда помогают убедить тех, кто не верит, что это важно. Вот сейчас реально в три раза легче цифры подтверждают продавать существующему клиенту, чем тем, кто у вас пришел с нуля, там, лид ваш из воронки только на старте. Существующий клиент знает вас, поэтому вероятность выше. Вот. Давайте тогда посмотрим плюсы, если у вас есть хорошая стратегия. Вы можете стать лидером на рынке, это факт. И если мы посмотрим на сервисные компании, которые лидируют, действительно, у них, как правило, отстроен хорошо сервис. Возможность кратного роста, это если вы себе поставили цели в деньгах, в объемах и масштабах, опираясь на сервисную стратегию выстроенную, вы можете достичь этой бизнес-цели, вы можете создавать долгосрочную ценность для клиента, это как конкурентное преимущество, и снизить число вот этих провалов, аварий. В результате того, что вы сделаете, у вас может быть непосредственно устойчивый вот этот поток денег. Что это такое? Вот этих ям и провалов, которые у вас бывают в операционке, сегодня поступили деньги, месяц ждем следующих, есть не на что, зарплату платить не на что. Вот сервисная стратегия помогает эти ямы избежать. Устойчивое развитие, то есть вы понимаете, что есть задел, не закрыться завтра, многие компании, к сожалению, мы знаем, закрылись в наше время. Потом у вас будет расти рост показателей лояльности, будет больше повторных продаж, и самое главное, вот ваша репутационная история с рекомендациями, с количеством позитивных откликов вовне тоже будет развиваться, то есть вы будете получать меньше негатива. Для нас еще важно подчеркнуть, для меня важно подчеркнуть, что у вас будут лояльные сотрудники, которые будут реже хотеть уйти от вас. То есть когда мне говорят, мне сложно найти специалиста, и мы помним, что дистанционный рынок сейчас трудный для найма, важно еще больше удерживать тех, кто с вами. То есть у вас будет больше амбассадоров, и в том числе внутри сотрудников. Рекомендации. Я действительно советую делать то, что говорю, сейчас буду детальнее погружаться в процесс, то верьте, я эксперт, и если у вас вдруг будут сложности с реализацией, всегда пишите, мы о чем-нибудь там пообщаемся, ваши детали погрузимся и решим этот вопрос, потому что есть источники, на которые я могу сослаться, есть много материалов у нас на предыдущих вебинарах Level Up, то есть контента много, важно просто понимать, что надо начинать это делать. Есть чудесная книга про превосходство ожиданий, я на нее потом буду вам ссылаться, дам список литературы, и вот там нам говорят превосходить ожидания. Друзья, сейчас на самом деле никто не ждет уже, что ожидания будут превосходиться, потому что, ну, сложно это делать. Вы один раз превосходите ожидания, потом второй раз, а клиент ждет все больше и больше, и вам нужно всегда покорять эту планку и восхищать его бесконечно. Но мы знаем, что так не работает. Когда вы приходите куда-то получить какую-то услугу, вам просто нужно, чтобы вам сделали хорошо. Вот сделаете, зачем я пришел, четко, без срывов, и я вам буду благодарен. Если вы улыбнетесь и проявите какой-то вежливый подход, я буду вообще счастлив. Экономия времени, результат на бегу, все это дает нам такую перестройку. Перестройку. Поэтому мой совет, делайте то, что должны в вашей профессиональной роли. Забудьте про превосходство ожиданий, просто хорошо делайте свою работу. Вот, прошу поставить тоже плюсики, если вы с этим согласны, потому что превосходя ожидания, немножко нам замутил мозг, и мы все время стараемся восхищать и считаем, что сервис это все время, ну, бесконечно обнимать клиента, да, или там, вот про этих единорогов часто вспоминают. Ой, мы должны сделать из сотрудников максимально котиков, вот такое все. Да мы не можем там, ну, это вот не про это. Просто профессионально знать свое дело. Да, спасибо за плюсики, вижу. Теперь давайте посмотрим на типичные ошибки. Помните, я вас вначале просила вспомнить, какие у вас бывают ошибки в сервисном подходе. Вот, кто увидел себя здесь, или вашу компанию, может быть, коллег. Если мы неправильно обращаемся к клиенту, переходим какие-то границы, или шутим невуместно. Мне бывает в банке такое, в такси вот недавно был случай, когда меня попросили, я жаловалась, со мной произошла там не очень приятная ситуация. Я написала в службу поддержки, а мне сказали, да, я в шоке, что так с вами произошло. А мне в шоке немножко задело, потому что, ну, какой шок? Вы просто, ну, скажите, что мне сделать? То есть эмоциональная подстройка была лишней, такого типа. Долгий ответ на запрос, когда вы ждете, 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 у вас экстренная ситуация, а вы ждете. Если вам дают ответы, которые видно, что для всех одинаковые, а вы спросили совсем не то, это тоже ошибка. Если про вас не знают, что вы уже обращались, каждый раз спрашивают одно и то же. Если вас передают бесконечно между людьми, и тоже никто помочь не может, ничего сказать не может. Если о вас потом забывают, это я назвала амнезией, это на самом деле очень печально, честно сказать. То есть даже когда все описал, пришел, запросил, ждешь результата, перезваниваешь, а нам говорят да, нет. Вот амнезия, это прям плачевная ошибка, надо ее, наверное, в топ, наверх списка. Неэтичность, коммуникация, это всякие тоже неприятные способы. Они действенные, но они одноразовые. Незнание вашей предметной области или роли, это прям эпик фейл, как у нас любят говорить. То есть тогда нельзя делать свою работу хорошо, если вы не знаете свою работу. И если к инструментам, как к сотрудникам относятся, как к инструментам, как к роботам, для достижения цели отработали ресурс и расстались. Вот это тоже большая сервисная ошибка, потому что коллектив этого не прощает. Сложно потом строить отношения с клиентами, если с сотрудниками не выстроено. Я здесь упоминаю вам треугольник доброты. Вот как раз, когда мне говорят, что сервисный сотрудник, он должен быть, знаете, спасать морских котиков, как волонтер, ездить куда-то там, бабушек через дорогу переводить, что он должен быть добрым. Я таких брать не могу, мне говорит собственник бизнеса. Я говорю, почему не можешь? Они же мне, клиенту дадут, отдадут все. Они там превысят бюджет в проекте, потому что они хотят сделать хорошо. И там добрый же он, он не может отказать клиенту. Вот, друзья, здесь про границы. Треугольник доброты – это такое лимитированное добро, как ни странно это звучит. Можно быть добрым и сервисным, но в то же время соблюдать весь этот баланс, который я нарисовала. Помнить, что у компании есть рентабельность и нужно в рамках ресурсов действовать. Надо смотреть, как это влияет на бизнес-показатели. Вот здесь я упомянула, там, lifetime value, отток. Но важно, чтобы сотрудник компании учитывали интересы компании, клиента и вот этой профессиональной роли. То есть, вот когда баланс соблюдет, у вас доброта. В остальных случаях это перекос. Кто нашел какой-то перекос у себя в этом треугольнике доброты, например, у коллега, который слишком часто делает скидки. Есть такие вот у кого-то? Излишние скидки. Вы видите, что его клиент пережимает, а сотрудник не может отказать. Есть такие примеры у вас? Или там в личное свободное время консультирует бесплатно, хотя у компании это платная услуга, а сотруднику очень хочется сделать доброту, а при этом это интересы компании затрагивает. То есть, сотрудник-то хороший, а компания в итоге проигрывает, он мог за это время деньги зарабатывать. Есть такие примеры. Вот я всегда хочу напоминать, что вот этот треугольник доброты это абсолютно нормальное явление для бизнеса, для коммерческого бизнеса. Для благотворительных организаций, друзья, треугольник будет совсем другой. Или для вас лично. Вы можете перестроить его под себя. Но если это коммерческая компания, бизнес, пожалуйста, помните про этот треугольник доброты. Давайте посмотрим. У нас по преимуществам, подытожим, что если вы выстраиваете сервисную стратегию, то у вас будет постоянный стабильный приток денег, у вас будут лояльные клиенты, и по статистике 20 человек новых приводит сарафанное радио, один довольный клиент к вам, примерно 20, и вы будете конкурентно выделяться среди других на рынке, если будете строить эту стратегию сервисную. Напомню, у нас большинство, как минимум, хотели либо вынуждены, либо сервис как конкурентное преимущество стратегии себе выбирают. Тактика. Что, собственно, делать? Это важные шаги. Презентация, напомню, будет. Мы говорим о том, что конкретно необходимо выстроить. Во-первых, ваша команда, она должна знать о том, что вы это собираетесь делать. С ними нужно сесть и поговорить. Смотрите, нам важно поменяться и быть более сервисными. Давайте посмотрим, как это сделать. В вашей команде есть огромный ресурс. Они могут рассказать множество инсайтов и интересных фактов, что вам поможет выстроить эту стратегию. Вам нужно найти драйвера. Я встречаю собственников, которые говорят, что я устал, я не могу, я очень хочу, я понимаю, что это надо, но я не могу. В этом случае нужно нанять кого-то с горящими глазами, кто это будет делать, или найти в команде такого человека, который будет все время говорить, что клиент это важен, важно быть вежливыми, важно стандарты и так далее. Дальше интересный момент, с которым тоже сталкиваюсь в консультациях, это нужно определить клиентов, которые на самом деле вам самые родные. Это не тот, который с вами годами на телефоне бесплатно просто пользуется тем, что вы ему не можете отказать. Это немножко другой клиент. Это родной уже человек, как жена, муж. Эту категорию мы не берем. А вот есть клиенты, к которым вы несетесь на всех парах, и вам нравится такая встреча, потому что у вас совместный результат с ним, и вам дается энергия не просто в виде денег, а в виде удовлетворенности от работы, потому что этот клиент ценит то, что вы делаете, и он понимает ценность в деньгах, в том числе и в эмоциях. Вот есть у вас такие примеры клиентов? Я тоже можно плюсик поставить, это, знаете, очень простое упражнение, сесть, посмотреть на вашу текущую базу и определить портрет этого человека, как он себя ведет, из какой он отрасли. Это руководитель отдела продаж, маркетолог, кто это? Возможно, это человек с высшим образованием, у которого там хобби, рыбалка. Можно найти общую категорию, какие-то признаки, что именно вам больше всего приятно с такими людьми. Что они делают? Приходят вовремя, вовремя высылают акты, оплачивают заранее. Это какая-то вот сфера, которую можно выписать, и потом при квалификации работы с клиентами ищите именно таких. Некоторым отказываете, если он не попадает под портрет, и к вам будет больше приходить таких целевых. Это простой очень такой вот секрет, работать с теми, кто вам нравится, но он вам даст эмоции для построения сервиса. Это приятнее так работать. Составьте перечень правил и запретов. Это, например, запрет плохо отзываться о клиентах или приходить за 5 минут до встречи. Такой стандарт можно сервисный сделать, чтобы клиент опоздания никогда не получал, не видел. Проведите обучение клиента ориентированности. Это как раз про то, что всему этому можно и нужно научиться. То есть если у вас сейчас этого нету, есть прям тренинги по клиента ориентированности. И протестируйте вашу команду на то, как они соответствуют вашим новым идеям. Не все люди могут быть сервисными, к сожалению, не все. И часть вашей команды, возможно, поменяется. Это неизбежно, но к этому надо быть готовыми. Если у вас есть кто-то, кто прям откровенно хамит, работает спустя рукава, вы можете выстроить ему правила работы. Он может быть более дисциплинированным, но от этого улыбка, искренность и желание помогать людям делать свою работу хорошо у него не появятся. Вот в этот момент, возможно, какие-то расставания, но, надеюсь, у вас этого не произойдет. Команду надо посмотреть, насколько они попадают в новый вот этот вот сервисный подход. И поговорите с клиентами. Тут много забавного происходит, когда я прошу собственников пойти поговорить с клиентами и спросить, а как вам с нами работается. И выясняется, что либо боятся поговорить, либо думают, что плохо что-то услышат о себе, плохое мнение. И в итоге клиенты неожиданно начинают менять картинку у собственника, когда начинают говорить те вещи, которые собственник совсем не знал, неочевидные. То есть разговор с клиентом – это расширение ваших возможностей, это повод, ну, клад найти, ребят. На самом деле клад, потому что то, что вы себе в голове думаете, клиенты думают иначе. Вот эта обратная связь, причем регулярная, если вы из нее запишите все, что скажет клиент, и хотя бы часть из этого сделаете, ваша сервисная стратегия уже будет наполовину готова. Потому что клиенту скажут очень ценные вещи, которые вам не хватает. Поэтому поговорите с вашими клиентами. Простые сервисные шаги. Собственно, это прям вот можно взять в стандарты себе. Желание сделать клиента довольным и счастливым. Есть множество простых способов, даже от улыбки на любом этапе. Это вот первое. Или просто звонком, как у вас дела. Не просто желанием продать что-то, а звонок, как дела. Дарить хорошее настроение всем вокруг, это всегда помогает. Четко отвечать. Дисциплина и процессы, они очень сильно помогают вашему сервисному подходу. Как только вы отвечаете оперативно, четко, строго по тому, как надо клиенту, даете ответ на его вопрос без воды. Клиенты это ценят как сервисность. Помогайте им решать проблему. А если вы не можете решить проблему, то подсказывайте, куда ему обратиться. Это важно, потому что обычно может закончиться вопрос клиента, я не знаю, как вам помочь. И все. И куда ему дальше идти? Он же уже к вам пришел. Потратьте свое время, узнайте и направьте его дальше. Возможно, вам стоит туда. Клиент это оценит. Снижать число ошибок и конфликтов. Это системная работа руководителя. Устранять корневую причину. Здесь уже нужны аналитические способности. Понять, что за числом ошибок бывает корневая причина. Вот такая вот там деятельность у руководителя добавляет ценности максимально. И это про сервисность. Спрашивать обратную связь. И секрет не просто спрашивать, а делать то, что сказали, то, что вам подходит. Использовать для изменений. И смотреть на процессы глазами клиента. Действительно заходить в офис домой к себе на балкон. Заходить в ваш корпоративный портал или куда-то, где вы работаете. Или звонить вашим менеджерам, тайный покупатель. Смотреть документы, которые уходят на почту. Глазами клиента. Как он это получил. Как составлен текст. Как вовремя ответили. Вот если вы находите такие моменты для улучшения, важно не устраивать разгон. Такой прям сейчас всех уволю. А важно делать коррекцию, вносить изменения потихонечку. И менять поведение у ваших сотрудников. Клиент это тоже заметит. И ключевой момент. Знать про своих клиентов. Я сказала пораньше, что это очень важно. Еще важно знать про своих сотрудников больше. Когда мы сидим на дистанционке, к сожалению, мы даже не знаем иногда город сотрудника, не помним, где он работает. Я уж не говорю про то, какое у него хобби. Вот если мы больше общаемся со своими людьми и интересуемся искренне, чем мы можем быть им полезны, помогать как руководители, то это очень простой сервисный шаг. Просто узнавайте о людях искренне больше. Полезные инструменты. Это в том числе в Bittrex 24. Такие есть возможности. Например, ваша база знаний может хранить все эти регламенты. Вы можете накапливать ценный актив. Вы можете использовать чаты для оперативных коммуникаций. Через новости, через ленту новостей держать в курсе всего вашу команду. Вы можете сделать сайт, переделать ваш с использованием, не просто текстов о том, чем вы интересны для клиента. А вы можете с сервисным посылом перестроить с позиции выгод то, что ценного получит у вас клиент, когда к вам придет. Совсем иной язык. Придется переучиваться писать сервисно. Но так можно. И когда клиент придет к вам, он захочет у вас больше купить, если вы это сделали, опять же, с посылом, не сухим стилем. Мы экспертные эксперты в экспертной отрасли. А когда вы рассказали именно о себе, с теплотой, с добром, но в то же время про пользу, можно ввести реестр изменений. Это все, что вам рассказали в обратной связи клиенты, полезного, интересного, вы можете передать на наших новых смарт-процессах, например, и оттуда вытаскивать, делать только те вещи, которые дают вам максимальный результат. Можете использовать форму обратной связи, опросы. Про все это будет говорить Михаил Беляев. Я здесь вскользь перечислила некоторые только инструменты, которые мы используем в своей работе. Но надеюсь, вам тоже будет этот слайд полезен. Друзья, я уверена, что успех – это движение без потери энтузиазма. Бывает, что от неудачи к неудаче. То есть да, бывает, что не сразу все получается. И при построении клиента-ориентированной компании, к сожалению, не все гладко. Потому что мы меняем психологию, культуру, мы вмешиваемся в тонкие материи. Здесь важен ваш оптимизм и вера, что это возможно. Мы так у себя делали. И я вижу компании, которые меняются. Это реально. Поэтому я хочу вселить в вас оптимизм, что пробуйте еще и еще, чтобы это все получилось у вас. И здесь будет полезная подсказка. Я некоторым участникам вебинара в своем анонсе обещала котиков. Вот здесь есть котик. Это любимая кошка нашего директора по продажам Юрия Николаева. Она сюда попала в эфир и прославилась только что. А книги вам помогут вот эти вот два слайда. Потом можете взять эту презентацию и посмотреть. Я подобрала для вас те, которые мне нравятся. Вот они здесь. Можно будет потом их взять. Ну, а, собственно, я благодарю вас за то, что вы сегодня были со мной. Подписывайтесь на персональный канал. Задавайте вопросы. У нас будет время для дискуссии. Еще раз вам спасибо. При слове дискуссии появляюсь я. Значит, в хорошем смысле этого слова дискуссия. Друзья, если у вас есть вопросы, а я надеюсь, что что-нибудь взвалось, возник вопрос, можно смело, кроме пожеланий, что очень важно, говори на Марине, смотри, сколько слов спасибо тебе есть в чатике, задавать какие-то вопросы. Один я ответил по слову. Где поучиться сервисной стратегии? Прошу, Вера. Вот те курсы, которые я встречала, они странные, честно сказать. Вот прям поучиться, это скорее методология ITIL, вот если прям системно. Те курсы, которые я знаю и которые проходила, мне там не очень понравилось по стратегии, поэтому я их вам рекомендовать не могу. А есть международная классификация методологии ITIL 4, сейчас она популярна. Там есть один из курсов стратегия, она неплохая. Хорошо, пока, да, пока друзья над вопросами думают и могут бросать их в чат, я помучаю тебя сам чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, несколько раз я встречал такое противопоставление сервиса и выручки в компанию. Мы работаем для чего? Мы работаем для денег или мы работаем для клиентов? Есть ли вообще такой вопрос, он правомерный или нужно его формулировать по-другому? Ну вот давай прям вот это про треугольник доброты. Там перекос, скорее всего, в пользу интересов компании. Сейчас я вот его, да? Вот здесь вот если учитываются интересы компании и создан сервис, поддержка только ради того, чтобы была поддержка, но забыли про то, что она должна быть рентабельна в основе и смотреть, сколько стоит обращение, зачем все это, то тогда перекос есть. Важно баланс. То есть сидеть и смотреть математику, юнит-экономику, сколько вам обходится вообще содержание всей этой команды, где у них неэффективно, где можно улучшить и сколько в итоге это все приносит денег. Ну не в убыток, конечно, нет. Ну давай так, я попробую еще накинуть немножечко. Есть ли такие бизнесы или такие компании, которые не умеют сервисную стратегию и им не нужно? Да, есть. Это, как правило, компании, которые заточены только на привлечении, например, холодных первой продажи, там все исключительно на харизме продавцов, на конвейере, на роботизированных, таких, так сказать, заскриптованных даже иногда процессах, там, в принципе, и не надо. И это стратегия захвата, когда интенсивно что-то нужно захватить, особенно времени на вот это вот нету. Но в то же время я убеждена, что если параллельно с командой по-доброму обращаются внутри, несмотря на интенсивность захвата, то сервисность уже закладывается. То есть она не в приоритете, но маленькие шажки все равно можно делать, и через два года опять же будет результат. То есть что мешает даже таким это делать, я не знаю. Ну и на времени не хватает. Ну, наверное, да. Хорошо. Интересно. Если ты выходишь агрессивно на рынок, ну, хорошо, даже не то слово, агрессивно, если сейчас состояние рынка в самом начале, и твоя задача захватить долю, то это пока не про сервис, потому что приоритет в другой точке. Хорошо, интересно. Когда еще стартапы я слышу, что нам совсем не до сервисности, мы там фигачим. Вот тоже можно поспорить, посмотреть, что внутри, под капотом этого стартапа. Возможно, там добрейший, клиентоориентированный просто руководитель, который говорит, да мне и не надо, я сам такой. Тогда да. А если вот... Есть же стартапы, ну, там, условный пример, там, точки, например, банка, которые изначально сервис. Вот. У которых фишка другая. Ну, это прям, да, это такие, наверное, уже прям верхний треугольник про бренд, да. Так, немножко из чата почитаю тебе. Спрашивают про ITIL. Три или четыре сильно ли отличаются? Если есть три, нужно ли идти на четыре? Друзья, там есть трансфер для тех, кто прошел три. В четверке поменялось много чего интересного. Они упростили, ушли от процессов, как таковых, от важности процессов в сторону, там, наверное, людей, культуры. И расширили, наверное, ну, как это правильно сказать? Более осовремененная сейчас там концепция. И я думаю, что четверку стоит пройти. Много нового советую, да. Где знакомиться с опытом сервисных технологий или кейсами сервисных компаний? Что почитать, кроме книжек, которые ты дала? Мне помогает как раз подписка на коллег, которые пишут на эти темы. Я пишу в своем блоге тоже на сервисные кейсы. Вот сказать, что есть некоторые каналы в Телеграме, тоже по слову сервис находятся. Честно сказать, вот именно кроме книжек, контента я добываю на профессиональных конференциях. Можно смотреть записи. Вот недавно была конференция UseDesk, они продают свои записи, очень много интересных докладов. То есть, смотрите, друзья, вот сказать, что есть прям волшебный источник, что есть там все про сервис, к сожалению, пока такого нет. Поэтому подписывайтесь на меня, например. Будет, возможно, будет. Хорошо. Вопрос про изменения. Сколько, ну, есть ли такой показатель вообще? Сколько должно быть однотипных отзывов, я так понимаю, которые бьют в одну точку, там, неудобств, например, у клиента, чтобы внедрить изменения в компанию? А тут обратно, немножечко по-другому. А со стороны клиента однотипных отзывов, может быть, даже очень-очень много, но ваш реестр изменений, список того, что вы берете в работу на самом деле, это по принципу парета, да, знаете, 80% результата дает 20% того, что вы взяли из реестра. Вам клиенты могут писать про много неудобного, но вы берете в работу то, что даст наиболее максимально, наименее затратно по времени и дающий больше всего денег результат. Вот по такому принципу, мелкими шагами компания будет реализовывать изменения. Поэтому здесь вот баланс. Так, вопрос про внедрение. Ты говорила, даже слайд целый был, что по шагам нужно сделать для того, чтобы начать меняться внутри. Вот если к этому добавить ограничения в ресурсах, давайте, вроде бы, писали про ресурсах сотрудников. То есть не очень много сотрудников, не взять дополнительного, который будет этим заниматься. Можно поделать? Как? Кого найти? Ресурсы? Вы знаете, я верю, что даже минут 10 в день, если вы будете тратить на вот эти шаги каждый день, то за год будет просто результат. То есть за чашкой кофе сами или через драйвера. Ресурсов здесь много, честно сказать, не надо. Здесь важно регулярно и системно понемногу. Вот так вот. И все такие, опять, да что ж такое? Опять постоянно, системно понемногу. Нельзя один раз держать. Я сделаю слайд про сервисную привычку. К сожалению, вот важно, мы так вытащили тему, нельзя прибежать, поделать, и оно все заработает через 3 года, да, как зачетка на студента. Это не подготовка к сессии в последнюю ночь. Нет, это про ежедневные упражнения, чтобы тело было красивым там в спортзале. Да. Я слышал лайфхак от руководителей, как так можно? Потому что есть же типы руководителей, которые именно импульс придают. Они прибежали, сосредоточили фокус внимания на какое-то время, небольшое, кратковременно, и потом им нужно переключиться. Они не могут строить процесс. Не такой человек. Они говорят, что мы фокус внимания кладем в эту точку, вот он такой весомый, серьезный, и на это место ставим человека, который выстроит эту систему. И потом свой фокус внимания мы переключаем дальше, а на этом месте оставляем человека. Вот, это как раз найдите драйвера, вот я здесь вот давала слайдик. Это вот он, то есть человек, которому можно взять и поручить. То есть мы сейчас такой, мы придумали волшебную таблетку, значит, можно ли так сделать один раз, ух, и потом побежать. Можно. Вот так. Важно, Да, вот если вы как руководитель это захотели сделать после нашего вебинара, то найти человека, который будет вашими руками и вашим сердцем внутри компании совершенно реально. То есть не обязательно это все самому. Главное верить и поддерживать. Вот, это тоже важно, да. Очень хочется зафиналиться на вопросах про людей. Давай, может быть, один, там, два проговорим сейчас. Есть сервисные люди, есть несервисные люди. Как их отличить? В чем там принципиальная разница? Если я правильно понимаю, ты говоришь, что одни в других не превращаются. В смысле, несервисные не становятся сервисными после прочтения инструкции. Можно небольшую трансформацию с ними сделать, но, к сожалению, не со всеми сработает. То есть я не верю, что все могут поменяться. А сервисный человек это прежде всего тот, у кого изначально доброта и желание помочь, искренне делать хорошо свою работу, она есть в крови. То есть можно обучить любым хард-навыкам профессиональным, но невозможно обучить быть человеком. То есть вот сервисные люди это про понимание, про людей. Вот, наверное, вот я так сейчас коротко скажу, философски. Много можно вытаскивать факторов про этих людей. про порядочность, про отношения, к работе. Как я не просто пришел за зарплату, да, я хочу сделать что-то больше, вырасти. Это, как правило, люди, которые хотят личность нарасти или у которых есть хобби. Вот интересный момент, который мы вытаскиваем. Если он чем-то увлечен реально, серьезно, он, скорее всего, может увлечься и работой. Вы так сможете построить в компании, чтобы он захотел с вами так увлекаться. Но это вот про личные качества, которые прям целый портрет можно сервисного человека заберем в новый вебинар, расскажу глубже. Хорошо. Ну, как я резал, правда, кажется, что глубокое демо. Сказки рассказывают? Да. Приходите завтра. Не одним же вебинаром. Нет, приходите завтра, мы про другое. Завтра про другое. Значит, хорошо. Допустим, мы научились, посмотрели на эту анкету, профиль, научились задавать вопросы на собеседовании, выявлять сервисных людей. Если ты решил быть компанией как руководитель, владелец сервисный, но видишь внутри несервисных людей, что делать? Мягко, но настойчиво менять, задавать рамки, границы, правила, говорить о том, как должно быть, вести разговоры мотивационные, демотивационные, там разные техники. Но суть в том, что делать и стараться, давать им шанс, шанс за шансом, а потом, если ничего не получается, расставаться. Потому что есть действительно исследование, когда один токсичный, сильно токсичный человек вырубает всю команду, даже самую большую, какими-то нереальными действиями. Поэтому, если прям есть сразу очень токсичный человек, то можно его сразу исключать, если вы понимаете, что управленческих усилий не хватает на то, чтобы с ним побороться. Вот. Но если все остальные не безнадежные и не настолько токсичны, у вас есть вера в них, то с ними работать, менять до тех пор, пока у вас хватает терпения. Работать не будет. Ну, привычная схема. Нет ли такой штуки, что есть должности в компании, на которых сервисность не требуется? Ну, вот человек чинит кран, не знаю, настраивает сервер, делает что-то, где он не общается с клиентами. Может, можно его изолировать вот туда? Ой, вы знаете, я расскажу историю нашего системного администратора. Мне нужен был компьютер сдавать как раз ITIL-тест, а там закрытая среда, комната. И я попросила сделать мне, ну, выдать компьютер на работе. Я прихожу, к 9 утра, а на столе лежит компьютер в аккуратной упаковке с милой инструкцией. Привет, вот твой пароль, я все тебе подготовил. Включи вот эту кнопочку. Вот если у тебя будут вопросы, звони мне вот сюда. И это было настолько сервисно. Я просто потом признавалась в любви этому коллеге, говорила, какой ты классный. И вот вместо того, чтобы просто бросить компьютер и уйти с вечера, он еще позаботился о том, что будет со мной, когда я буду брать этот компьютер. Я считаю, отвечая на твой вопрос, что сервисность на самом деле помогает очень сильно, дает ресурс внутри. Вот. То есть, любой может быть сервисным. Где-то это не очень обязательно, но приветствуется всегда для усиления команды, энергии. Меньше выгораешь, когда такие люди. Вот как раз здесь был вопрос про выгорание. Меньше вопросов. Нам силы дает. Сервисность в том, что это дружелюбие, да, друзья, здесь вот в какой-то момент это синонимы, там это огромный термин, можно, я говорю, философствовать про него, но можно влиять, и дружелюбие там тоже есть в компонентах, да. Очень хороший коммент от Владимира сейчас. Мне, по крайней мере, нравится про то, что сервисность в хорошем смысле передается за разную. Вот как мы говорим про токсичного человека, что он отравляет вокруг себя атмосферу пространства, также работает, да, на механизмах эмпатии. Светлана, спасибо большое. Тоже, и если в тебе есть, в каждом же из нас есть не одна часть, да, не только не сервисная, но и сервисная. Если вокруг общая атмосфера сервисная, то ты в нее вливаешься. Ты правильное качество демонстрируешь и показываешь. Очень красиво получается, и с вопросами очень хорошо, и мне кажется, что мы как-то подобрались аудитории. Видимо, тема задает тех людей, которые тянутся к сервисному подходу, к тому, чтобы нести добро. Очень подружески. Марина, спасибо тебе огромное. Значит, еще раз у Марины есть волшебный канал, в котором она делится информацией. Есть несколько слайдов классных, которые обобщают опыт книжный. Можно в них подсмотреть. Мы поделимся презентацией, поделимся сегодняшней записью вебинара чуть-чуть попозже, на ту почту, на которую вы регистрировались, подписывались. Марин, спасибо огромное еще раз. Спасибо вам, друзья. Так, хорошо. С Мариной мы прощаемся. А у нас вторая часть сегодняшнего вебинара, которую мы заявляли, мы говорим как раз про инструментарий. Я буду показывать сегодня сервисные инструменты, которые есть внутри Bittrex24, внутри сервиса Bittrex24, прям даже подходит название, которым можно пользоваться для того, чтобы наладить грамотную коммуникацию, выстроить общение с клиентами, выстроить общение внутри компании. Про внутри компании мы немножко коснемся. Видел в чате, сегодня были вопросы, есть ли внутри Bittrex24 какие-то технологии или готовые модули. Вот я несколько ответов дам, покажу, надеюсь, что они будут ответами, которые вы ждали, или коллеги дальше уже продолжат с вами общение, что можно придумать, если прям готового сразу же нет. Так, вообще сервис Bittrex24, если вы не сталкивались с нами, то это такой комплексный инструмент для всей компании, для того, чтобы организовать работу внутри и организовать коммуникации наружу, для того, чтобы работать. Вот так мы его называем. Он разбит на пять ключевых блоков у нас тут на слайде. Блок, который занимается компанией, построением коммуникации в компании. Блок, который отвечает за эффективность, это таск-трекер, задачи и проекты. Блок CRM, отдельный, большой, красивый. Блок открытых линий, это контакты между сотрудниками компании и внешней средой, поговорим сегодня. И блок про сайт, как их создавать, как их делать. И, по сути, каждый из этих блоков, там, кружков на текущем слайде имеет отношение к сервису. То есть каждый из них может помочь сделать так, чтобы сервис внутри компании завелся, вышел на новый уровень или стал проще. Сейчас попробуем посмотреть немножко на каждый из этих примеров. Во-первых, говорим, мы начинаем с внешней части, и сегодня больше времени будем уделять внешней части. Конечно, точки контакта. Где мы общаемся с нашими клиентами, как мы получаем обратную связь, чтобы потом с ней что-нибудь сделать. Инструментов становится все больше и больше. С течением времени оно как-то не сокращается. Если раньше мы классически могли позволить себе жить в звонках, например, или там просто в тикет-системе, взаимоотношения с нашими клиентами или пользователями, или там почтой просто ограничиваться. Почта, телефон. То есть сейчас современные инструменты, мессенджеры, социальные сети. Мы должны присутствовать практически везде. От нас ждут этого. Мы прям вынуждены как компания, не то чтобы нам это очень нравилось, вроде как. Но тем не менее, мы должны все эти каналы поддерживать, ну и агрегировать, по сути, в единую точку. Почему агрегировать? Потому что одновременно присутствовать в разных каналах очень дорого по ресурсам. Мы постоянно должны быть везде, постоянно мониторить. Намного проще, когда все эти коммуникации стекаются в одну точку. Как раз этот элемент, вот на слайде написано «Контакт-центр», инструмент, который есть внутри Bitrix24. Инструмент и CRM-системы в том числе, да, инструмент коммуникационный с внешними системами, с внешними платформами. Что есть? Есть, повторюсь, классические каналы, там, телефония, которые достаточно расширенно привязываются к порталу Bitrix24. Есть классическая электронная почта, а есть современные инструменты. Вот там, соцсети и мессенджеры, там, каналы, телеграм, соцсети, повторюсь. И есть сайты, классические сайты, на которых можно взять «Контакт человека», пробросить его к себе дальше и взаимодействовать с ним уже на этом формате. Там на одном из слайдов я покажу, как на сайте взять в онлайн-чате «Контакт человека», но не потерять его в дальнейшем. Естественно, весь «Контакт-центр» сопровождается аналитикой. Сколько пришло запросов, какие они, что с ними стало решены, а не не решены, какое среднее время реакции. Ну и внутренняя маршрутизация или элементы помощи операторам для обработки таких сообщений. Про маршрутизацию немножко. Про телефонную маршрутизацию мы, наверное, все понимаем и привыкли к ней. Там, пожалуйста, вот очередь телефонная, ты попадаешь на свободного сотрудника, на первого, кто взял, или на определенную группу. По сути, такую же маршрутизацию можно строить и с чатами. Чаты – инструмент, который сейчас забирает больше, чем телефон. В отраслях некоторых намного больше. Там IT полностью перетекла в чаты. Вообще есть такая айтишная привычка, что ли. Она много времени уже формируется, когда ты не звонишь, но пишешь. Позвонить человеку, который работает в IT, вроде бы уже даже неприлично. Верните немножко обратной связи. Это у меня проб-деформация. Если вы общаетесь с IT-отраслью или сами в ней работаете, есть ли такое, что позвонить вот уже неловко, написать нормально, позвонить неловко, поставка там плюс-минус, чтобы я понимал, работает ли это так, или у меня такой перекос случился в одной из сторон. Хорошо. Значит, маршрутизация внутри чатов есть, внутри телефонов, конечно же, тоже есть. И здесь есть некоторые там подсказки. Автоответчики. Мы можем выстраивать такую линию. Да, читаю, вижу комментарии. Спасибо огромное, друзья. Быстрые ответы в чате. По-моему, даже отдельный слайд у меня про это есть. Вот он, быстрые ответы. Супер сокращает время, особенно на больших объемах. Когда вы предустановленные ответы готовы, формируете у себя, в B324 есть такая возможность, и выбирает оператор уже из готовых ответов. Начиная с приветствия, там, здравствуйте, могу помочь, или какой у вас вопрос. И заканчивая типовыми, самыми популярными ответиками, которые внутри есть. Они снижают время на ответ, естественно, да, на больших объемах это существенные показатели. Может быть, ускоряют процедуру коммуникации, ускоряют сам процесс. Хорошо и для пользователя, естественно, и для человека, который обрабатывает, для оператора. Внутри B324 есть в чате такая бот-платформа. Коллеги рассказывают про нее не очень много, но если будет интересно, есть отдельный раздел документации, который этому посвящен. Можно интегрировать внутри чатов ботов, которые делают разные функции. Понятно, что бота можно попросить делать фактически все, что угодно. Вот здесь для примера картинка, которую мы внутри используем активно. Бот, который ищет картинку с GIFI, она веселая, иллюстрирует, дает понимание и хорошее настроение. Но вообще боты делают разную работу. Они и распределяют, и скорят, и забирают на себя часть ответов. Могут быть вообще первые линии, которые дают такие ответы. Внутри, Марина не рассказывала, внутри у нас есть такой бот-категоризатор, который определяет категорию обращения с очень высокой точностью, там нейронка, коллеги постарались, скрестили все эти инструменты, и они по факту забирают на себя либо часть коммуникации, либо часть скоринга, которая есть. Но вообще с ботами можно делать разные истории, сценариев огромное количество. Это коммуникация. Разные каналы стекаются в одну точку. Теперь, если нам нужно что-то объяснить нашим клиентам, про сотрудников сейчас не будем, наверное, если мы объясняем клиентов, то это коммуникация, которая ведется через рассылки, например, рассылки могут вести на сайты. Вот объяснить не на пальцах, а на сайтах совершенно просто можно. Внутри Bitrix24 есть отдельный модуль, который называется Сайты24. Это, по сути, конструктор, конструктор сайтов, на которых можно делать разные странички. Вот из конструктора выбрал какой-то типовой шаблон, или нетиповой шаблон, скажу об этом чуть попозже, и на нем фактически ты собрал некоторый лендинг. У нас изменяется что-нибудь. Или объяснил подробнее услугу, или рассказал, что у вас случилось, произошло, почему вы условно повышаете цены, или почему у вас какие-то изменения внутри вашей работы, компании, стоимости ваших услуг, или состава ваших услуг, или почему вы новое направление запускаете. Все это можно, по сути, объяснить. Можно ли объяснить то, каким образом работает ваша сервисная часть, то есть что вы делаете с клиентами, конечно, можно рассказать, чтобы соответствовать ожиданиям. Вот в такой-то срок мы реагируем на первое обращение, в такой-то срок мы решаем такую-то категорию обращений, в такие-то сроки мы... Вот диапазоны очертить, чтобы дать понимание. Можно ли выложить на конструкторах вопрос-ответ какой-то типовой? Да, конечно, можно. И опять же, тут сценарий достаточно большое количество. Делается это не техническими специалистами, почему называется конструктор сайтов, потому что навыков особенных не требуется. Прямо по месту вы меняете фотографии, тексты, блоки различные, для разных сфер бизнеса это подходит, пожалуйста. И на этом сайте, естественно, может присутствовать коммуникационный инструмент. То есть вы не просто объяснили, но и дали возможность продолжить ваше общение. Вот здесь обещал рассказать вам, что делать с теми клиентами, которые пришли к вам на сайт, хотят поговорить в онлайн-консультанте, но у них есть свой сходить через минуту-две с такого сайта. Значит, рекомендация следующая, это называется не просто онлайн-консультант, а виджет, там виджет и может быть и обратный звонок, если вы захотите. Но вообще, давайте, пожалуйста, возможность клиентам написать вам не только на сайте в форму онлайн-консультанта, потому что если они страницу закроют, то убегут практически, вы их дальше не догоните, а давайте им возможность написать вам через их аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, в Вайбере или еще где-то. Таким образом, вы получаете контакт клиента, с которым дальше можете взаимодействовать. Я как физический человек, физическое лицо, часто этим пользуюсь, если есть возможность где-то на сайте отправить данные через социальный сайт или мессенджер, который есть на моем телефоне, я так и делаю, спокойно закрываю сайт иду дальше, зная, что диалог продолжится внутри телефона в привычной для меня среде. Ну, и вы, соответственно, получаете контакт такого человека, имеете с ним возможность дальше взаимодействовать, даже если быстро не успели ответить. Это сайты, вот тут немножко про них, они достаточно просты для того, чтобы создавать под любой информационный повод, нужно что-нибудь объяснить, рассказать, донести. Пожалуйста, это совершенно просто можно сделать. Маленькая оговорка, я надеюсь, что все помнят, но на всякий случай, да, это персональные данные, мы должны соответствовать определенным требованиям, обрабатывая персональные данные, быть зарегистрированными, иметь регламенты обработки внутри, много вам всего интересного. С точки зрения техники это даже, наверное, проще, чем с точки зрения регламентов и организации всего этого процесса. Ну, вот про технику я немножко порассказывал, про организацию процесса сегодня не буду. База клиентов. У Марины был слайд, на котором было нарисовано, что продать существующему клиенту или взаимодействовать с существующим клиентом намного проще, то есть в процентах там проще, вероятность намного больше. Почему? Потому что мы предполагаем, что все-таки там продукты и услуги, которые вы предлагаете, реализуете, они хорошего качества, и у клиентов есть позитивный опыт общения с вами. Вы уже заплатили за эту аудиторию, она пришла к вам, вы взаимодействуете с ним в дальнейшем, с этим клиентом, ну, и, естественно, эта аудитория собирается у вас в базе. Она собирается из всех источников, которые мы подключили. Вот что бы мы там ни взяли, там, телеграм-канал мы подключили, VITX24, почту или телефон, все это остается в истории и в контактах, в компаниях, в коммуникации между сотрудником и между вашим клиентом. Конечно, когда мы создаем такую базу, мы заранее садимся и делаем подход к свойствам базы. Для чего нам эта база нужна и что мы с ней потом самое главное будем делать. Будем ли мы ее как-то делить, ну, конечно, будем, и коммуницировать с ней. Какие нам признаки нужны, задаем мы себе вопросы. Мы должны понимать, через какой канал мы хотим с ними взаимодействовать в основном. Если мы занимаемся e-mail рассылкой, то там первичный e-mail. Если мы звоним, отправляем смс или используем там мобильный телефон, для нас первичен мобильный телефон. Если мы подписываем всех на канал, группу или что-то еще, то вот этот основной ключевой канал связи. Мы это помещаем себе и самая главная наша задача взять такой вот инструмент коммуникации, то есть канал коммуникации. Дальше мы говорим, мы эту базу будем делить в определенной пропорции. Что нам для этого нужно? Если для нас есть разница, с кем мы общаемся, там, с мужчинами или с женщинами, по-другому мы будем общаться, строить послание, строить месседж свой. Если да, то окей, нам нужен пол в этой базе. Если мы говорим про компании разных отраслей, имеет ли отличие посыл наш для компаний из нефтяной отрасли, условно, или компании, производящие игрушки. Если имеет, то нам нужна отрасль, вот такая категоризация, ну и так далее. Мы определяем критерии, по которым мы будем делить. Тут есть такой момент, что когда мы садимся, как маркетологи, смотреть, сколько бы нам свойств нужно, у нас получается огромный список таких свойств. Нужно себя ограничивать, нужно отметить реалитетно, и дальше уже, если мы имеем возможность уточнить еще и второстепенные свойства, тоже их уточнять. Тут, если мы можем взять что-то автоматически, посмотреть по базам данных физических лиц или юридических лиц, и автоматом добавить какие-то свойства, обязательно так нужно делать. Если уж надо голосом спрашивать, то это сложнее, но тоже нужно делать. Кроме вот этой базы накопления по разным срезам наших клиентов внутри системы, мы, конечно же, понимаем, что у нас есть и история взаимодействия, и она точно так же к карточке клиента приклеивается, будем говорить, и всегда есть у нас. Мы можем посмотреть, о чем мы разговаривали, поднять диалоги или прослушать разговоры. Если были какие-то покупки, пожалуйста, это тоже будет отмечено, и мы историю взаимодействия знаем. Это очень облегчает узнавание. Здравствуйте, Михаил, сразу можно сказать, по телефонному звонку поднимается карточка, там написано, кто я такой. Убирает. Здравствуйте, кто вы, представьтесь, как мне вас опознать. И у меня есть история, скорее всего, понятно, почему я звоню. Если у меня висит заказ на кухню, и ее не везут мне четвертую неделю, это уже понятно, это не первый мой звонок, наверное, понятно, про что будет разговор. Очень легко передавать эту информацию от одного человека другому. То есть подменить внутри менеджеров человека, который ушел в отпуск. Или если у вас не привязан конкретный клиент к менеджеру, то, пожалуйста, любой отвечая достаточно быстро погружается в то, что за клиент ему звонит. Это тоже сервисная составляющая. Мы экономим свое время, экономим время клиента, быстрее намного решаем вопрос, правильнее строим коммуникацию. Еще одна статистика, чуть-чуть про цифры, большое исследование, не российское, а международное, которое спрашивало, почему клиенты переключаются с одной компанией на другую. И вот я привожу одну цифру, голосом скажу вторую. 64% тех компаний, которые сменили поставщика-подрядчика, говорят, что они ушли из-за недостатка внимания и заботы. Они не чувствуют, что про них там знают, помнят, регулярной коммуникации нет. Для сравнения, в районе 15% ушли, потому что нашли поставщика-подрядчика дешевле, чем текущий вариант. Ну, вот сравнить две цифры. 15%, 64%. То есть, конечно, мы со своими клиентами должны взаимодействовать, должны строить эти отношения. Для этого мы должны их знать, понимать, как эти отношения строить, и либо массовыми инструментами, той же рассылкой условно, либо персональными, это зависит уже от бизнеса, как мы к ним приходим. Мы подходим к теме, которая называется CRM-маркетинг. По сути, она не совсем прямо относится к сервису, но это инструмент, который используется для построения таких взаимоотношений со своими клиентами. Вот мы собрали базу, она у нас есть, теперь мы ее делим на разные сегменты. Что это за сегменты? Как мы отметили в самом начале. Это признаки. Есть у человека кошка или собака, в каком городе он живет, пожалуйста, поделитесь, какая отрасль у компании. Второе, это история, например, покупок. Это наш постоянный клиент, или это человек, который только-только к нам присоединился. Мы его совсем не знаем о новой базе нашей. И это канал коммуникации. Что у нас есть для того, чтобы взаимодействовать с человеком? У нас есть почта, телефон, у нас есть соцсеть, какой-то цифровой канал, где мы с ним можем общаться. Сегменты могут быть динамическими, статическими, классические деления, статика, то, что не меняется. Например, я живу в Санкт-Петербурге, может измениться, но классически, да. Динамика, то, что регулярно меняется. Когда я последний раз у вас был, когда писал вам сообщения, когда я покупал у вас в последний раз. Последние два месяца, три месяца. Это постоянно изменяющаяся категория и, соответственно, поэтому называется динамикой. Динамический сегмент, статический. Можно их скрещивать и собрать всех, кто живет, всех мужчин, которые живут в Петербурге и совершали покупку в последний месяц. Вот выделили меня и таких, как я, и со мной что-нибудь поделали. Предложили мне новый бонус или поблагодарили меня за покупку или сообщили мне какую-то важную новость о том, что открывается в Петербурге еще одно подразделение, отделение, направление, новый вид услуг, все что угодно. Про каналы коммуникации, повторюсь, они могут быть разными. Это классический там e-mail, это смс-рассылки, это голосовые звонки. В некоторых сферах они нормально заходят, все окей с ними. Тут рекомендаций конкретных не дам. Есть возможность таргета в Facebook или Instagram, когда ты выделяешь аудиторию и рассказываешь ей не только рассылкой, там читаемость, открываемость писем не всегда высокая, но и через рекламу, например, доносишь то же самое свое сообщение. Опять же, кейсы есть разные. Погрейте аудиторию, напомните себе, сказать спасибо, прийти с каким-то предложением, с какой-то новостью информации, с той же самой акцией, пожалуйста, можно сделать и так. Очень большой блог внутри автоматизации, я про него, конечно же, очень детально не расскажу, но это вот то, что было у Марина на слайде, когда мы говорили, должна ли внутри компания быть автоматизирована. Вообще максимальное количество задач, которые можно отдать алгоритмам, нужно так сделать, мы повышаем ценность человеческого труда, убираем рутину, все это в плюсы, человеческий фактор в не очень хорошем смысле этого слова отодвигаем, то есть если я поручил этот алгоритм, то скорее всего не забуду, нет такого, что я куда-то записал и не помню куда, алгоритм все помнит. Поэтому да, все действия, которые можно отдать на аутсорс алгоритм, пожалуйста, делайте так, это действия по перемещению там разных стадий, по возникновению нового контакта, через какое время нужно появиться у человека снова, по контролю срока, например, обработки сообщения, сколько времени на данной стадии обращения находится. Если это больше двух часов, двух дней, такой параметр у вас заложен в бизнес-процессе, то такие роботы могут отслеживать этот статус и сигнализировать, прошло время. Роботы могут на себя взять вот это большое количество сервисных сообщений. Здравствуйте, ваш товар приехал, ваша машина готова, пожалуйста, добавьте документы или мы готовы к следующей стадии внесите оплату. Любые форматы таких точек, триггерных точек, триггерных сообщений легко отправляются в роботов. Не нужно для этого звонить сейчас, намного комфортнее получить такое сообщение. Человек берет его, читает, идет дальше. Роботы могут взять документы на себя, это вот уже про внутреннюю часть, они могут формировать документы различные совершенно, очень большая классная история, тоже очень рекомендую ее, исключаем человеческий фактор ошибок, мы там не путаемся, реквизиты подставляем верные, отправляем все автоматом, не грузим людей внутри. Ну вот про автоматизацию, слайд, можно будет посмотреть его, я, наверное, детально прямо не останавливаюсь, что там такое. Теперь чуть-чуть блок про гибридную работу, про развернемся внутрь компании, вот это мы внешние инструменты, посмотрите, развернемся немножко внутрь, что мы делаем для того, чтобы все наши сотрудники были в курсе, были в тонусе, понимали, куда мы идем и были в одном информационном поле, в одной атмосфере. Опять же, внутри BITREX24 есть там большой блок, который занимается построением работы внутри компании, я детально по нему не прохожу, скажу несколько. В гибридной работе что нам важно теперь? Мы теперь не всегда знаем, из какого города человек, и человек не очень представляет, что за компания, поэтому нужно, конечно, дать представление. Я называю это виртуальным офисом, то есть если мы в обычной жизни были все в офисе, и там обкрасили правильно стены, мох приклеивали на стены, или делали классный лаунж-зону, или печеньки где-нибудь, то теперь нам, по сути, эту атмосферу нужно как-то воссоздать в виртуальном пространстве. Вот он виртуальный офис, надо его сделать. Вот как выглядит компания, вот как компания показывает сотрудника, вот карточка сотрудника, вот что он там может, умеет, любит, чем он хорош, у него есть, прямо под фотографией, если присмотреться, тут у Александры 23 благодарности. Это за время работы компании, есть механизм немедлительного стимулирования, мы сказали спасибо публично, очень круто работает инструмент, и это спасибо осталось у Александры в карточке. Вот она со временем набирает такое количество спасибо, мы заглядываем туда и видим, Наталья, хороший сервисный человек, потому что спасибо ей говорят часто. Это профиль, то есть профиль компании, профиль сотрудника, и то, и другое супер важно. Значит, внутри есть, конечно же, общие, единые инструменты, у Bitrix24 с коммуникациями все круто, хорошо, там есть и чат, который на мобильном телефоне, на обычном компьютере, на дископе, на лэптопе доступен, все окей. Есть живая лента, Марина немножко упоминала про это, я чуть-чуть расшифрую, если в сравнениях, то это, по сути, социальная сеть компании, такая внутренняя, закрытая. Мы все механизмы социальной сети используем, но они в рабочем формате, в рабочей коммуникации. Ты находишься в определенной там группе или в общем информационном поле и понимаешь, что происходит с компанией, какие нововведения, какие изменения, какие достижения или, наоборот, какие сложности есть. Ты участвуешь, все, что адресовано тебе, ты видишь, то, что не адресовано тебе, понятно, не видишь. Очень крутая история про видеосообщения. Мы делились тоже своим опытом регулярно. Мы практикуем видеосообщения вот, например, генерального директора, когда коммуникации не достает и там с генеральным ты не всегда на планерках, не все, давайте так, не все не всегда на планерках видят этого человека, а он важен. Поэтому можно записать такое видеообращение с какой-то периодичностью. Например, там, в период раз в неделю, там, раз в месяц, как принято, как заведено, как будет удобно всем, ты записываешь такое обращение. К своим сотрудникам, если это подразделение, к своим сотрудникам, если это вся компания, это передает атмосферу, передает эмоцию, передает твое состояние, Потому что обычно в офисе мы же это состояние считываем. Идет человек или там генеральный, он улыбается или она улыбается, и мы видим. Все окей, да, значит, нормальное настроение с состоянием компании. Если мы перестаем получать такие сигналы, а вот на удаленке в гибридном формате мы перестаем их получать, нет таких штук, а коммуникация в тексте воспринимается намного жестче, я думаю, что вы видели эти исследования, недостает живой коммуникации. Вот видеобращение – огонь. Прямо рекомендую. Это занимает 15 минут времени, не нужно специально к этому готовиться, выставлять свет, камеру, мотор. Нужно просто включить тот же самый портал, записать на 3-5 минут такое обращение, все отправить людям. Люди посмотрели, получили тот самый недостающий контент. Про календари, наверное, детально не буду, они есть, понятный инструмент. Про эффективность команды чуть-чуть, в особенности на удаленке, мы должны понимать, чем занимаются люди. В подразделении, которое занимается поддержкой непосредственно, там свои KPI, там у нас все. Если не сказать достаточно просто, то понятно, что измерять. Мы измеряем количество обращений, тикетов, чатов или как мы принимаем эти сообщения, измеряем скорость ответа, измеряем удовлетворенность чаще всего. Ну и там дальше пошли по внутренним показателям. Всю остальную компанию мы тоже хотим понимать, что люди занимаются делом, занимаются работой и им помочь в этом. Обромный блок, называется он у нас задачи, это тасктрекер, который в разных форматах, там в Ганте, в Списке, в Канбане дает возможность работать с задачами. Сегодня детально про него не рассказываю, можно познакомиться, темы отличные, хорошие. Наверное, большинство порталов, которые начинают работать, независимо от того, с чем внутри Bitrix24, там с коммуникацией, с CRM или они сразу на задачу приходят, постепенно начинают пользоваться задачами, как там ведущим ключевым инструментом. Внутри задач есть там разные срезы, один из них прикольный, называется «Моя эффективность». Это такая история про то, что если показатель измерять, то он начинает быть для тебя важным, ты начинаешь обращать на него внимание, он автоматически улучшается. Показатель предельно простой, это количество задач без нарушений относительно всех остальных. То есть, если у меня 100 задач, 82 из них я выполнил в срок, там, без плохих оценок, моя эффективность 82%. Вот вроде бы простой показатель, но если на него начинаешь обращать внимание, он автоматом подрастает. Это общую дисциплину работы компании повышает. Классный инструмент, прям тоже рекомендую. Никаких репрессий по этому поводу, наверное, делать не нужно, тут не порекомендую репрессий. Но обращать внимание на показатель – хорошая штука. На удаленке очень крутая вещь, ну и вообще, на самом деле, удаленка просто обострила те процессы, которые должны бы быть автоматизированы и фиксированы и внутри офиса тоже. Это рабочие отчеты. Тоже простой инструмент, который очень здорово работает. Раз в период времени вы сами настраиваете периодичность, у человека всплывает окно, которое говорит, пожалуйста, расскажи, чем ты занимался в предыдущую неделю или месяц или день. И туда попадает автоматом то, что у вас в календаре есть, то, что в CRM находится, и вы дописываете руками, что вы сделали, что вы не сделали. Вот так. И там есть вторая закладочка классная, называется «План». Если, например, вы еженедельно такую всплывающее окно получаете, то вы говорите, вот что за прошлую неделю я сделал, вот что сделаю за следующую. И даже если человек планированием особенно не занимается, то вот, пожалуйста, он вынужден этим заниматься, он вынужден заполнить. Ну, а раз заполнил, да, потом нужно поэтому будет отчитаться, начинает делать. Хорошо работает на общую дисциплину и на общую эффективность. Про бизнес-процессы прямо вскользь вот скажу. Хороший внутри конструктор большой, который позволяет разные маршруты документов, цепочек согласований запускать. Это к простым очень действиям, там, согласований, не знаю, карандашей купить или оплатить счет, до сложных согласований договоров разных-разных документов. Там, если интересно, коллеги порассказывают поподробнее. Марина упоминала про управление знаниями и, повторюсь еще раз, внутри BITREX24 есть базы знаний. Они могут быть общие по всей компании, может быть отдельные по специфике деятельности, может быть по отделу, может быть разные-разные-разные. То есть это накопление знаний, по сути, в чем одна из задач компании есть. Взять информацию, которая у нее есть, проверить ее, оставить как ценность, чтобы потом это можно было быстро передать. Вот сформулировать, оставить внутри и быстро передать – это механизм, который позволяет вам быстро вводить сотрудников в курс дела. Ну и вообще тоже такую атмосферу общую поддерживает. Это про знания общекорпоративные, там, мы на «ты», на «вы», формы одежды, как мы общаемся, что мы делаем, какие у нас там праздники есть, какая история компании. До специфики работы, как мы работаем с такой-то отраслью, как мы запускаем вот такой процесс, где подводные камни, что нужно не забыть. Пожалуйста, все это зафиксировали, приходит новый человек, мы его быстро погрузили, он начинает работать, очень классно получается. Документы хранятся на диске, тоже инструмент привычный, понятный, там, комментариев особенных не даю. По всему порталу есть поиск и по документам, и по тому, что написано в живой ленте, вот на внутренней социальной сети, пожалуйста, он работает в зависимости от прав доступа. То, что я мог видеть, я получу в поиске, то, что не мог, конечно же, не получу. Люди объединяются не только в общую компанию, но и в рабочие группы. Это группы по отделам, по проектам, по интересам в том числе, да, так и не совсем рабочие, но группы. Это тоже важно, да, наверняка у вас на удаленке появились такие чатики не про работу. Вот в этом чате флут. Он должен быть, иначе флут растекается по всем остальным чатам. Пожалуйста, вот эта группа любителей там пошутить, юмор называется она, или чат какой-нибудь возник, интересный, ты периодически туда приходишь, бросил туда какую-нибудь картинку, отвел душу, все посмеялись, и ты вышел в рабочий нормальный чат, там никого не третируешь. Поэтому, пожалуйста, возглавляйте процесс, да, он все равно без вас произойдет. Возглавляйте, он нужен. Значит, в чате были вопросы про инструменты, и я надеюсь, что я ответил на некоторые, по крайней мере, вопросы про инструменты, есть ли они внутри Bitrix24. Значит, если вдруг в готовом продукте их нет, то там есть два варианта. Коллеги подсказывали, что есть коробочный продукт. Я сейчас рассказывал про облачный продукт. Есть коробочный, он внутри, и там все, что угодно можно творить, менять. Это открытый код, по сути, там вы фантазируете и с коллегами дорабатываете, как хотите. А есть возможность написать приложение или взять готовое приложение. У нас есть Bitrix24 Market, пожалуйста, там больше тысячи приложений, которые что-то умеют делать. Я вот к сегодняшнему вебинару выписал несколько, на которые можно посмотреть. Вот там отчеты по сотрудникам, например. Монитор загрузки, статистика по HR или генификация сотрудников. Есть блоки, это неисчерпывающие примеры. Я вот на вскидку вчера посмотрел и сделал несколько картинок. Организация работы. Есть там Helpdesk или сервис-деск, который коллеги в их понимании сделали удобнее, чем есть инструмент, которым можно пользоваться по умолчанию. Есть передача дел, например, от сотрудников, которые уволены другим, чтобы системно это было, дела не терялись. Есть модуль по обучению, который расширенный, обучение, тестирование сотрудников. Пожалуйста, можно тоже им пользоваться, если установить. Есть разные чат-боты. Они есть готовые, которые умеют добавлять статистику, напоминать или что-то, помогать вам в общей работе. Они про CRM и про задачи, и про общую работу. А есть прям конструктор, который вы внутри можете сделать таким, каким вам хочется по процессу, по визуальному ряду. Про автоматизацию огромное количество всего есть. Прям детально не перечисляю. И про сайты. Вот у нас есть готовые блоки, а коллеги сделали огромное количество блоков, которые, с их точки зрения, решают другие задачи. И там можно на них посмотреть. Если готового блока вы не нашли, то здесь наверняка есть что-то, что прям вам зайдет, и вам нужно будет немножечко текст поменять. Если хотите картинку, то да, а можно даже и без картинки. Последний слайд, который есть у меня. Мы регулярно делаем обновления сервиса инструментов в Bitrix24. И в последний год много работали над тем, чтобы дать больше инструментов людям, очутившимся на удаленном или гибридном формате работы. В этом месяце, вот уже на следующей неделе, 18 мая, следующая, следующая же, точно, да, мы рассказываем о том, что появляется в Bitrix24 уже для поддержания работы, что в каких блогах по новинкам появится. Поэтому, если интересно, приглашаю на релиз 18 мая в 11 по Москве. Ссылка будет, можно будет ее посмотреть, зарегистрироваться и увидеть, что там нового будет в Bitrix. У меня, друзья, все из общего. Я готов ответить на вопросы, если внутри чатика они появляются. По-другому не знаю, как их получить, а внутри чатика точно знаю. Так, друзья, скажите мне что-нибудь в чат, потому что мне начинает казаться, что я говорю о связи нет. Здесь ли вы? Очень много слов. Да, Валерий, есть такое. Достаточно плотно получилось. Знаю про себя, про быстрый текст. Окей, вижу, что связь есть. Вопросы закончились. Много всего, правда, мы сегодня выдали. Прямо, наверное, два вебинара получилось в одном. И у Марины много контента, который нужно переварить, переосмыслить. Моя, наверное, роль здесь была подсветить те инструменты, которые внутри Bitrix 24 есть. Про прослушать заново, пересмотреть или перечитать презентацию, да. Мы отдадим запись, отдадим слайды, которые сегодня были в рамках эфира, на те почты, которые у вас есть. Ничего специального делать не нужно для этого. Если у вас остались вопросы, которые прямо сейчас не рождаются, или не место им в этом чате, нужно персонально что-то поговорить о чем, коллеги, которые сегодня в чате отвечали на ваши вопросы, придут к вам с другими вопросами. Они спросят, как вам вебинар, был ли полезен, что было интересного, и появилась ли у вас задача, которую можно решить инструментами. И подходит ли Bitrix 24 такие инструменты. Поэтому можно держать в голове такие вопросы, когда коллеги появятся, вы им сразу выпалите. А вот так можно, или вот есть у меня такой внутри процесс, может ли с ним помочь инструменты Bitrix 24, есть ли такие инструменты и как они работают. Огромное спасибо всем за участие. Удачного сервисного дня, года и трансформации. Вижу, что все в самом начале писали, что они находятся на каком-то уровне, но хотят на другой. Поэтому следующие ступеньки или через ступеньку вы хотите прыгнуть, надеемся, мы вам в этом помогли сегодня. Всем удачи!